Всем привет! В этом видео поговорим о том, что военная операция в секторе газа наносит колоссальный ущерб Израилю. Агентство Bloomberg сообщило о резком ухудшении положения в израильской экономике. Из-за роста военных расходов и затягивания сроков спецоперации в секторе газа, ВВП Израиля по итогам текущего года потеряет не 1,5, а 3% ВВП. По оценкам американских экономистов, к настоящему времени Израиль потратил на военную операцию 8 миллиардов долларов. Сейчас ежесуточно израильский Минфин выделяет на военные нужды 260 миллионов долларов. Правительство Нетаньяху ввиду критической нехватки рабочих на израильских предприятиях планировало экстренно нанять на работу 100 тысяч индийских граждан, которые должны были заменить палестинцев. Однако против этого выступили профсоюзные организации Индии. Против этого же теперь выступает и руководство Индии. Если в самом начале конфликта Индия поддержала контртеррористическую операцию по ликвидации Хамас, то теперь требуют прекращения огня в секторе газа. Из-за отказа США в отделении финансовой помощи Израилю, израильские власти распродали 15% государственных резервов и гособлигаций. Израильский Минфин сообщил о ежедневном росте военных расходов при одновременном сокращении налоговых поступлений в бюджет. Западные рейтинговые агентства Фич и Мудис заявили о намерении пересмотреть кредитный рейтинг Израиля, что заметно осложнит ситуацию для израильских банков и крупных израильских компаний. По оценкам израильской деловой газеты «Калкалист», операция израильской армии в секторе газа продлится до конца следующего года и обойдется израильскому бюджету более чем в 50 миллиардов долларов. Израильские эксперты считают такую оценку оптимистической. Она основана на том, что Израилю не объявят войну другие страны регионы, что после ликвидации ХАМАЗ мобилизованные граждане Израиля вернутся на свои рабочие места. Существенный рост военных расходов ставит вопрос о целесообразности военной операции в израильской экспертной среде. С учетом возможного взятия под контроль палестинских газовых месторождений, расположенных на шельфе Средиземного моря, Израиль по прогнозным оценкам будет зарабатывать на экспорте дополнительных объемов газа порядка 4 миллиардов долларов в год. Тем временем туристическая, строительная отрасль и сфера услуг в буквальном смысле слова схлопнулись в Израиле. Дефицит израильского бюджета с начала октября вырос в 7 раз.